Вы – раса ученых-преступников. Я знаю, что никогда не смогу забрать кости моего отца из Американского музея естественной истории. Я весьма рад убраться отсюда, пока мои мозги еще не сцапали и не засунули в банку. Друзья мои, история, которую сегодня я буду рассказывать, началась год спустя после возвращения Фритти Фанансена из экспедиции на Фраме. Год спустя после той Нижегородской ярмарки, о которой я вам тоже уже рассказывала, где самоед Василий заработал 100 рублей. Тот самый год, когда в России прошла первая перепись населения. В этом же году умер художник Саврасов. Писатель Оскар Уайлд вышел из рейдингской тюрьмы. Одним словом, в 1897 году началась одна из самых трагических и позорных историй позднего колониализма. Сегодня мой антигерой Роберт Пири. Годы жизни 1856-1920. Значит, он был на 5 лет старше Дансена, на 16 лет старше Амундсена, в данном случае лучше сказать старее, потому что для полярных исследователей возраст это очень важно. Большинством географических обществ мира и Конгрессом США он был признан покорителем первым покорителем Северного полюса, которое случилось в 1909 году. Но на самом деле якобы случилось, потому что ряд последних исследований, а до сих пор это спорный факт, что он достиг Северного полюса, ряд последних исследований доказал, что оба своих достижения он сознательно выдумал. Эти достижения в 1906 году самая верхняя точка близкая к полюсу, где он якобы там на целый градус опередил Фритюфа Нансена. И второе, это собственно достижение полюса в 1909 году. Почему ему пришлось выдумать это достижение Северного полюса? Потому что он 23 года пытался его достичь. 23 года! Каждый год ему приходилось добывать средства на экспедиции, да, достаточно громоздкие. Ему приходилось нервничать ужасно, потому что не он один хотел достичь Северного полюса. Он боялся конкуренции ужасно. И когда он отправился уже в 1908 году опять в Гренландию, он понимал, что это его последний шанс. Он не может вернуться ни с чем. Ему уже 53 года, он достаточно старый для таких походов. Здоровье его подорвано. Поэтому он буквально зубами вырвал себе победу и, конечно, контр-адмиральскую пенсию при выходе в отставку, что тоже было для него очень важно. Пири – великий мучитель. Кем был на самом деле Роберт Пири? Известно, что инуиты Гренландии страшно боялись его даже спустя десятилетия после его смерти. Называли его великий мучитель. Говорили о нем только тихим голосом, почти шепотом. Думали, что призрак его до сих пор блуждает по Гренландии. Гренландия была для Роберта Пири плацдармом для его вылазок в сторону Северного полюса. Но кроме этого она была, конечно, источником обогащения, потому что все эти годы нужно было содержать семью, нужно было разыскивать средства для новых экспедиций. Поэтому эксплуатировал он Гренландию нещадно, несмотря на то, что принадлежала она вообще-то в Дании, а Роберт Пири был американцем. Его ревнивое отношение к Гренландии просто удивительно. Когда он только первый раз туда приехал, его первой целью было пересечь этот самый большой остров в мире, пересечь его поперек. До сих пор никто не мог этого сделать. А ведь других способов увидеть, что там в середине, в конце 19 века не было. Не было ни айрофотосъемки, никаких других способов не было. И вот в 1883 году Норденшольд, легендарный шведский исследователь, пытался пересечь Гренландию и считал, что это очень важно, чтобы понять, как там формируется климат, как погода меняется, и вообще, что там в середине, потому что название Гренландия до сих пор вводило людей в заблуждение. Может быть, тут вот ледник, а дальше зеленые поля. Никто не знал вплоть до конца 19 века. И вот Пири тоже в 1886 году попытался пересечь Гренландию. Он добрался до ледника, взобрался на ледник и продвинулся вглубь острова на 160 километров. Чуть-чуть дальше, чем Норденшольд. И все. И повернул обратно. Обычно все начинали пересекать Гренландию с западного побережья к востоку, потому что западное было обитаемо. Там были постоянные селения инуитов, там были датские и христианские миссии и так далее. Западное же побережье было необитаемо. Даже инуиты селились там, ну так, временно, эпизодически. Каково же было бешенство Пири, когда в 1888 году молодой Фриттиф Нансен с небольшой командой, их было буквально 6 человек, включая самого Нансена, успешно пересекли Гренландию. С первого захода за 40 дней они пересекли Гренландию. Выяснили, что никаких зеленых полей там нету, везде ледник, трещины, буря, плохая погода, опасности и так далее. Мало того, компания Нансена не успела на последний корабль, который отправлялся на материк, им пришлось зазимовать. И чтобы не скучать, Нансен подружился с инуитами. Он жил буквально среди них, изучал их способы охоты, их мифологию, искусство, отношения внутрисемейные, общинные отношения, и написал две прекрасные книги «На лыжах через Гренландию» и «Жизнь среди эскимосов». Интереснейшие книги, которые вошли в Золотой фонд норвежской литературы. Пири в это время проживал очередные свои зимовки в Гренландии, абсолютно бесплодные. Он страшно нервничал. Потом, в 1895 году, Нансен опять насолил ему, потому что вместе с Йохансеном они покинули Фрам, как известно, и на лыжах отправились в сторону полюса. И не дошли совсем немного. То есть они установили рекорд продвижения к полюсу. Это 86 градусов, 13, кажется, минут. И повернули назад только потому, что были благоразумны. Нансен понял, что они успеют достичь полюса во время полярного дня, но вернуться к земле уже не смогут. У них не хватит припасов, и они, скорее всего, погибнут. Тогда он решил не рисковать. Но Пири просто неистовствовал, потому что все происходит без него. Он понимал, что норвежцы главные его конкуренты. Когда же в 1897 году Свердруб во главе другой уже экспедиции объявил, что он движется к Гренландии для того, чтобы изучать Северную Гренландию, и канадский архипелаг Пири не выдержал и стал писать ему полные возмущения письма, что якобы Свердруб украл его планы экспедиции, что так поступать непорядочно. Весь мир знает, что это все придумал Пири. И теперь вот Свердруб идет его маршрутом. В общем, он затевал настоящий скандал. Отто Свердруб очень сдержанно и спокойно ответил ему, что в планы норвежской экспедиции не входит достижение Северного полюса, а только это и это. Но Пири, конечно, не поверил. Он думал, что все в мире исследователи такие, как он, вероломные и честолюбивые. Он думал, что все такие же, как он, но нет. И вот в Гренландии даже произошла комическая сцена. Представляет себе огромный остров, ледяной. Ну сколько там европейцев? Ну я не знаю, там 25 человек одновременно, наверное, находятся. Ну пусть 100. И вот стоит лагерем Свердруб, а мимо совершенно случайно проезжает на собачьих упряжках Пири со своей экспедицией. И Пири даже не посмотрел в его сторону и не поздоровался. Ну, в общем, Свердруб очень удивился, что за странное поведение. Таким образом, Гренландия для Пири была чем-то вроде вотчины. Он буквально подчинил себе инуитов, селения, у берегов которого обычно останавливался. Они его слушались беспрекословно и боялись. У него была там жена, это приживой американской жене, с которой он прожил всю жизнь до самой смерти. У него там были дети. И инуитов он называл не иначе, как мои эскимосы. И страшно ревновал, если хоть кто-то другой из исследователей, из полярных первопроходцев пытался проникнуть в Гренландию, неважно с какими целями. Но самым главным его врагом в жизни, буквально смертельным врагом, стал Фредерик Кук. Его экспедиционный врач в нескольких предыдущих экспедиций в какой-то момент посмел без всякой помпы, буквально с двумя молодыми инуитами, то есть втроем, и даже без специальной подготовки достичь Северного полюса на целый год раньше, чем Пири заявил о своем достижении Северного полюса. Этого, конечно, он простить никак не мог. И он буквально уничтожил этого человека, которому был многим обязан, в том числе даже жизнью. Он обрушил на него все ресурсы арктического клуба Пири, все эти коррупционные связи, потому что в этот клуб входили очень влиятельные и богатые господа, которые, так же, как и Пири, не хотели выглядеть дураками, которые много лет спонсировали громоздкие экспедиции Пири, при том, что полюса достиг какой-то независимый исследователь Фредерик Кук. Судьба Кука была сломлена усилиями, конечно же, Пири. Таким был этот человек. Но по профессии он был инженером ВМФ США. Он не был исследователем, он не был ученым. Его не интересовала природа ее явления, его не интересовали никакие мхи, льды или мифологии эскимосов. Ничего этого не интересовало абсолютно. Он даже не умел производить точные вычисления, правильные, чтобы вычислить свое местоположение. Этот человек, который пытался достичь Северного полюса. Что он умел делать превосходно, так это использовать людей. И я расскажу вам самую вопиющую историю такого использования людей, если, конечно, не считать травлю Фредерика Кука и его Адюльтера с инуиткой Аликасиной. Случилось так, что этот эпизод истории Пири и вообще, так сказать, истории позднего колониализма очень тесно связан с музеем естественной истории США, который находится в Нью-Йорке. С тем самым знаменитым музеем, который вы видите в фильме «Ночь в музее». Дело в том, что Пири под прикрытием этого музея поставлял в Америку такие товары, как бивни нарвала, шкуры песцов и белых медведей, черепа и кости инуитов из свежевыротых могил и так далее. Все это под видом экспонатов для музея перевозилось в Америку беспошлинно и продавалось или превращалось в дары членам этого самого арктического клуба Пири, которые их ко многому обязывали, естественно, этих самых членов клуба. То есть Пири очень неплохо зарабатывал на своих экспедициях, по некоторым мнениям, даже специально затягивая свою итоговую экспедицию по достижению Северного полюса. И вот сейчас немного об этом музее. Музей и его президент. На момент описываемых событий Американскому музею естественной истории в Нью-Йорке было около 30 лет. И он как раз постепенно превращался в тот самый легендарный, очень влиятельный музей. Но так было не всегда. Основан он был в 1869 году. Это всего 4 года прошло после окончания Гражданской войны в Америке. И это была очень замкнутая институция, что-то вроде склада для научных коллекций. Могли разобраться в том, что там вообще хранится, только специалисты-ученые. Но, тем не менее, отцы города Нью-Йорка какие-то надежды на этот музей возлагали. Ну, тут стало модно, музей открывать и все такое прочее. И поэтому для музея построили специально достаточно помпезное здание, но расположенное неудачно на задворках Централ Парка. Сейчас это уже не очень задворки, но в те годы туда добираться было очень даже нелегко. И вот музей переехал в это здание, разложили там свои коллекции и оказались через несколько лет буквально на грани закрытия, потому что музей не мог окупить даже какие-то коммунальные расходы. То есть он категорически не окупался. Тогда учредительный совет музея собрался и стал решать, что же делать. Тогда они переизбрали президента. И президентом музея стал очень известный меценат, очень крупный бизнесмен Морис Джессуп. Этот Морис Джессуп родился в 1830 году. Еще Пушкин был жив, когда он родился. В многодетной протестантской семье, очень религиозной. Рано в подростковом возрасте он остался сиротой, ему пришлось работать. И вот как он начал работать с тех пор, так он ни дня и не останавливался. И очень быстро стало понятно, что этот парень хорошо управляется с бумажками, со всякими документами. Он открыл какое-то свое небольшое дело и решил, что он не будет заниматься производством чего бы то ни было, а будет заниматься спекуляциями ценных бумаг и страховкой. И он зарабатывал на акциях и на страховке, как это называется, железнодорожных компаний, которые в те годы, в середине 19 века бурно развивались в Америке. А те компании, которые разорились, он скупал и реорганизовывал. То есть он анализировал, что с ними не так, делал изменения так, чтобы компания приносила прибыль и после этого выгодно перепродавал. И вот в возрасте около 60 лет он решил, что достаточно уже заниматься бизнесом и решил полностью посвятить себя благотворительности. И вот став президентом музея, он стал реорганизовывать уже музей. Что же он сделал? Во-первых, он организовал фонд пожертвований музею. И своим примером и авторитетом показал, сколько надо жертвовать, чтобы музей нормально существовал. И фонд стал весьма солидным. Он от городского совета добился увеличения финансирования в 10 раз. После этого он занялся, собственно, музеем. Он, уж не знаю, каким образом добился от его сотрудников, чтобы они сделали нормальную экспозицию. То, что мы сегодня называем музеем. То есть не просто на полке стоят какие-то предметы, а все это собрано по смыслу в разных залах. Каждый предмет хорошо обозреваем и снабжен нормальной экспликацией. То есть этикеткой, чтобы любой человек понимал, что это такое и почему оно здесь находится. И чтобы весь музей был каким-то целым. Чтобы он способствовал какому-то пониманию картины мира. И третье, что он сделал, я думаю, самое важное. Он превратил этот музей в настоящий научно-исследовательский институт. Штат музея увеличился в 15 раз. Главным образом за счет научных сотрудников. Он приглашал туда ведущих специалистов для того, чтобы разбирать коллекции уже купленной, приобретенной музеем. И мало того, он организовал экспедиции от музея, для того, чтобы эти ученые сами добывали новые коллекции. Я считаю, это потрясающая идея. Вот когда деньги действительно приносят пользу государству и науке. Так вот, Моррис Джессоп спонсировал научные экспедиции. Например, палеонтолог Барнум Браун, который открыл тираннозавра Рекса, открыл впервые, это был новый вид, сделал это как раз на деньги Морриса Джессопа. И тот самый скелет тираннозавра, который прославил музей Нью-Йоркской естественной истории, и это как раз тот самый из экспедиции, спонсированный Джессопом. Конечно, часть экспедиции Роберта Пири тоже спонсировал Джессоп, ну и музей более широко. И в один прекрасный момент Джессоп пригласил в музей подающего надежды антрополога, человека, которого сейчас называют не иначе, как отец американской антропологии, которого звали Франц Боас. Франц Боас – это выдающийся лингвист, этнолог и антрополог, который изучал коренное население Америки. Но его, конечно, также интересовали и коренные народы Сибири, поскольку через Берингов пролив именно оттуда люди пришли в Америку, и инуиты Гренландии. И именно Франц Боас сделал Роберту Пири заказ, выполнение которого и стало началом истории, которую я сейчас буду рассказывать. И именно вот исполнение этого заказа наложило просто печать позора не только на самого Роберта Пири, но и вообще на весь музей естественной истории в Нью-Йорке. Небесные камни. Нельзя сказать, что экспедиции Роберта Пири с самого начала заинтересовали музеи естественной истории. О, нет! Интерес появился после того, как Пири привез в Нью-Йорк два из трех знаменитых небесных камня инуитов. Это были фрагменты метеорита, прямо чистое метеоритное железо, которые много-много тысяч лет лежали себе в Гренландии. И инуиты знали, где они находятся, совершали туда дальние походы для того, чтобы себе отколотить кусочек металла для ножа или гарпуна, навершия гарпуна. Европейцы знали о существовании вот этих волшебных камней с 1818 года, когда Рос об этом впервые услышал. Но потом каждый раз, кто бы там ни приезжал в Гренландию, они об этом узнавали, и датчане, и норвежцы, и все хотели на них посмотреть, и желательно подрогать, а еще лучше там себе забрать. Но инуиты хранили секрет. Они никому не показывали, где эти находятся камни. А Гренландия, как вы понимаете, сам большой остров в мире, пойди там, найди, где они лежат. Так это все тайно и оставалось до всех самых пор, пока Пири не убедил, а может быть, не вынудил, может быть, не напугал и заставил своих эскимосов рассказать ему, где же находятся эти камни. И кто-то из них согласился показать. Пришлось нарядить специальную экспедицию, потому что это было не близко. И неделю только до них добирались, и вот, наконец, добрались. Это были три камня. Маленький, побольший и совсем большой, которые по своим размерам назывались собака, женщина, палатка. И Пири, конечно, загорелся идеей вывести эти камни из Гренландии, привезти их в Америку. Ну, для того, чтобы, естественно, продать. Это было дело нелегкое. Во-первых, потому что инуиты страшно боялись их трогать с места. У них уже была печальная история. Какой-то небольшой фрагмент, ну, так называемая голова женщины, отвалилась от цельного куска, и ее можно было хоть как-то погрузить на сани и увезти к себе в селение, чтобы каждый раз-то не ходить в долгую дорогу за куском железа. И вот инуиты решили привезти его себе. Да, они его погрузили на сани и отправились. И вот через некоторое время льди натреснуло, и сани вместе с этим булыжником, и вместе с собаками моментально ушли под воду. А сами люди еле-еле успели отскочить и спастись. После этого уже никто не рисковал предпринимать такие попытки. И только Пире смог их заставить это сделать. То есть каким-то образом их притащили волоком к побережью. Но тут началось самое интересное. Это ж надо было еще погрузить на корабль и каким-то образом довезти. Но тут Пире пригодилось его инженерное образование, и два камня, которые поменьше, были доставлены в Нью-Йорк. Он подарил их своей жене Джозефине Диббич Пире, которые, в свою очередь, прошли годы, и она нашла им применение. Она сначала их бесплатно просто выставляла в музей, естественно, истории. А потом она их продала вдове Мориса Джессупа после 1908 года, когда он помер. Продала их за огромные по тем временам деньги, почти миллион долларов на сегодняшние доллары. И сообщила откровенно, что не собирается тратить эти деньги на какие-то экспедиции своего мужа, они нужны для того, чтобы дать образование своим детям. До этого еще далеко, и Морис Джессуп жив. И вот когда первые два камня эти появились в Нью-Йорке, музей, естественно, истории страшно заинтересовался экспедициями Пире, и дальнейшие его поездки уже стали финансировать, потому что хотели получить больше экспонатов для своей экспозиции. Мало того, Морис Джессуп, именно он, стал председателем арктического клуба Пире. То есть у Пире появились такие связи, о которых он только и мечтал всю свою жизнь. С момента обнаружения этих камней прошло три года, прежде чем он придумал, как ему довести самый большой этот камень. И вот в 1897 году на своем экспедиционном судне Хоуп, Надежда, он, наконец, в сентябре месяце привез в Нью-Йорк этот огромный камень. А вместе с ним и заказ Франца Боаса, который писал ему так. Если вы сможете привезти эскимоса средних лет с тем, чтобы он остался здесь, то есть в Нью-Йорке на зиму, это позволит нам без спешки получать определенную информацию, имеющую величайшее научное значение. Боас-то просил всего одного. А Пире привез ему шестерых разнополых, разновозрастных, просто мечта исследователя. Это были инуид по имени Кисук, и сын его шести-семи лет по имени Минник, юноша одинокий один у Исаак Асак, и семья папа, мама и дочка двенадцати лет. Всех их, каким образом он уговорил приехать? Он им обещал зиму при солнце, в теплом доме, а в придачу дать им ножи, кастрюли и всякую полезную утварь, и весной отвезти их обратно в Гренландию. И вот все они согласились. Но прежде чем сойти на берег, им пришлось оплатить собственный проезд. То есть они должны были сидеть два дня в каюте, в своих традиционных меховых одеждах, с тем, чтобы все желающие за 25 центов могли подниматься на борт и смотреть на метеорит, и заодно на этих странных дикарей. За два дня Пире заработал около 30 тысяч долларов. После этого он отвел людей в музей, получил за них гонорар, и навсегда, как ему казалось, забыл об их существовании. А люди-то остались. Куда-то нужно было их расселить. Поселили их в полуподвальных помещениях музея, которые были очень теплые и влажные, что для инуитов было противопоказано. Они всю жизнь жили как раз в холоде и сухости. Как они жили там? Ну, периодически их приглашали в кабинет антропологов, и там их изучали, сохранились фотографии, где они обнаженные стоят, а их измеряют там лицевой угол, длину конечностей и так далее, и тому подобное. В общем, в комфорте антропологи проводили свои исследования. Все бы хорошо, но инуиты стали болеть по разным источникам, то ли гриппом, то ли пневмонией, то ли туберкулезом, но так или иначе у них не было иммунитета к этим болезням. Их периодически отправляли в больницу, возвращали обратно. Потом они жили еще на вилле некоего Уоллеса, который был главным смотрителем строения музея. Это важная фигура. Значит, у него была семья, жена, сын, и он каким-то образом принимал участие в судьбе этих инуитов. Они как-то периодически жили у него, и уж точно у него жил мальчик Минник, вот этот самый 6-7 лет, который очень сильно болел, и, по всей видимости, выходила его Рета Уоллес, жена этого Уоллеса, и очень сильно привязалась к нему. В феврале 1898 года этот мальчик Минник стал сиротой, умер его отец. Вскоре скончалась вся семья, папа, мама и дочка, и в живых остались только двое, мальчик Минник и юноша Уиса Касак. О чем я думаю? Пока они оставались хотя бы вдвоем, они могли разговаривать на родном языке. Английского никто из них не знал. И здесь вот что выяснилось. Оказывается, была переводчица по имени Эстер, инуитка с острова Лабрадор. Ее наняли для того, чтобы она служила посредницей между антропологами и инуитами, и вообще служителями музея и инуитами. Впоследствии ее нанял горничной этот самый Уоллес, который смотритель строений музея. Эта Эстер очень важная и очень интересная фигура. Сама она появилась в США в 1892 году, для того, чтобы, ну вероятно, ее провезли, для того, чтобы она участвовала в ярмарке в Чикаго. В Чикаго состоялась всемирная ярмарка 1992-1993 годы, называемая Колумбийской, но в честь Колумба. На этой ярмарке было много всяческих чудес, движущийся тротуар и колесо обозрения, и бог знает, чего там только не было. Но фишкой были этнографические деревни. В том числе была инуитская деревня, там Саамская деревня, африканские различные деревни, арабские какие-то поселения, где, ну так называемые, живые зоопарки, где люди просто делали вид, что они живут своей обычной жизнью. И вот Эстер, которая была тогда 16 лет, была привезена для участия в таком зоопарке человеческом, и прямо на ярмарке родила дочь. Это было вообще такой новостью, все сходили смотреть на младенца, на нее, молодую прекрасную мать. Во время описываемых событий, то есть очевидно, она осталась в Америке, из Чикаго перебралась в Нью-Йорк, ее дочь была увезена на Лабрадор, и там родственники ее воспитывали, ухаживали за ней, и впоследствии она стала голливудской звездой и первой инуиткой, которая снялась в голливудском фильме. И ее профессии, и было участие вот в подобных человеческих зоопарках. Вот удивительно, появилась такая новая профессия для коренных народов, не только севера, но севера в том числе. Так вот, эта Эстер рассказала впоследствии вот какую историю. Когда умер отец Минника, мальчик был в настоящем горе. Он был достаточно взрослым, чтобы понимать, что он остается полным сиротой в чужой стране, и что с ним будет неизвестно. Он горько плакал. И сотрудники музея организовали похороны по инуитскому якобы обычаю. На самом деле, конечно, тело Кисука должно было стать экспонатом. Никто не собирался отправлять его на родину, никто не собирался продавать его земле. Его скелет отделили от мягких тканей и выставили просто в витрине вместе с его личными вещами, которые на самом деле должны были перейти по наследству его сыну. Но сыну об этом ничего не сказали. Завернули колоду, ну просто бревно, в ткань. Там, где должно было быть лицо, приладили маску. И устроили якобы похороны во дворе музея, засыпав камнями вот эту вот колоду. Кто же был организатором этого кощунственного ритуала? Оказывается, Франц Боас. Потому что он стоял и наблюдал, каким обрядом будет следовать мальчик. Он наблюдал, ему было интересно. Ребенок в таком возрасте уже знает, как себя вести на похоронах и как именно он будет себя вести. И все это фиксировал. Об этом мы знаем от Эстер. Конечно, этот ужасный обман со временем раскрылся, и мальчик никогда не мог простить такого вероломства американцам. когда наступила весна, инойцкого юношу отправили с Аказии к Оренландию. А мальчика почему-то нет. Кто-то решил, что он не поедет на родину, и непонятно по какому праву, его оставили в Нью-Йорке, потому что мадам Джессу решила провести над ним эксперимент. Она предложила дать ему образование и посмотреть, что получится из этого маленького дикаря. Но мы, конечно, с вами знаем, что это обычная колониальная схема. Не она сама это придумала. Разумеется, ему дали новое имя, вернее, фамилию. Стало называться Минник Пири Уоллес. Семья Уоллесов его усыновила. Ему пришлось выучить английский язык. Он пошел в американскую школу и даже неплохо там учился. Особенно он преуспевал в разных видах спорта. А в плавании он добивался выдающихся результатов и получал какие-то призовые места на соревнованиях. Что удивительно, потому что, как вы уже знаете, арктические охотники плавать не умеют. А вот при таких условиях они, оказывается, могут и плавать хорошо. И вот вроде бы для мальчика наступила счастливая жизнь. Нормальная. Он полюбил свою приемную мать и она его тоже, видимо, искренне любила. День шел за днем. Времена года сменяли друг друга и все бы ничего. Он оттаял, успокоился. Но тут семью постиг удар. Открылись финансовые махинации этого Уоллеса, который, оказывается, использовал рабочих не по назначению. То ли иных отправлял там на свою ферму и оплачивал счета с музейными деньгами, то ли что-то еще в этом роде. Так или иначе, его с позором выгнали из музея. Он лишился всего своего состояния и семья оказалась просто на краю бедности. Но чтобы эксперимент не прерывался, Морис Джессуп решил изъять ребенка из семьи, к которой он только что привык, только что сроднился с ними, изъять и отправить его в частную школу, чтобы он там и жил, и учился. Но тут воле одной женщины богатой, вот этой мадам Джессуп, была противопоставлена воле другой женщины, уже теперь бедной, однако любящей. Ретта Уоллес не позволила забрать ребенка из семьи, категорически запретила. И тогда наш человеколюбец и добрый самаритянин Морис Джессуп просто отказал в финансировании жизни и образовании мальчика и отказался платить и за прошлые годы, и за будущие годы. Уоллес требовал, чтобы Джессуп оплатил ему те годы, которые мальчик уже жил в его семье. Вот у меня возникает вопрос, почему Джессуп сразу не назначил содержание этому инуидскому ребенку, если он живет у Уоллеса, не назначил. Почему Уоллес раньше этого не требовал? Может быть, эти финансовые махинации, которые были вдруг раскрыты, были известны президенту музея? Может быть, из Уоллеса просто сделали козла отпущение? Ну, кто знает, трудно в этом разобраться. Так или иначе, Минник остался в семье со своей любимой тетей Реттой. Для этой Ретты Уоллес все вот эти махинации мужа были полным сюрпризом. Она была просто поражена и глубоко это переживала. Она его поддержала, семья не распалась, они продолжали жить вместе, у них было два сына, один родной, другой приемный, но переживания сломили ее, и она серьезно заболела, слегла. Минник отказался ходить в школу, ему было тогда 14 лет. он не отходил от ее кровати до всех самых пор, пока она не умерла. После этого мальчик очень изменился и долго не мог пройти в себя. Прошло еще два года и случился еще один удар. Он узнал от своих одноклассников, что тело его отца вовсе не захоронено во дворе музея, а выставлено в витрине, и любой желающий может созерцать его кости. Он был настолько потрясен этим унижением, этой несправедливостью, что он перестал разговаривать. Потом он обратился к руководству музея с требованием вернуть ему кости отца. Конечно, ему отказали. По законам белых людей кости его отца должны были служить науке столько, сколько нужно. И они служили, продвигая вперед американскую науку. И на чувства этого маленького иную это было всем совершенно наплевать. Должна все-таки сказать пару слов про этого Франца Бо, отца американской антропологии. Я решила попробовать почитать, что он писал. И представьте себе, я нашла книжку, переведенную на русский язык, сборник его статей 1926 года. Сборник называется «Ум первобытного человека». Ну и почитав так выборочно одну, другую, третью статью, я поняла, что Боас был убежденным антирасистом. Он на основе своих исследований просто проповедовал равенство всех народов, всех наций и противостоял очень распространенному тогда в Америке мнению, ну прямо тренду, что цветные люди, которые хлынули в Америку, портят нашу нацию. что надо бы это ограничить, потому что вот, знаете, этот котел американский, которого только-только начал варить и вроде бы из него стал получаться какой-то прекрасный американец, вот сейчас все это портится, потому что цветных каких-то отсталых людей становится слишком много, они ассимилируются, это плохо. И Боас этому активно противодействовал и он доказывал, что, например, разница в развитии людей, допустим, вы уже изобрели паровоз, а вы еще добываете огонь при помощи двух камней. С точки зрения эволюции, вот эти тысячи лет разделяющие вас, ничего не значат. И что, мол, вот эти люди, допустим, эскимосы, которые живут якобы примитивной жизнью, идеально приспособлены к своим условиям жизни. Поэтому они такие, а вы вот другие. И впечатление складывается очень благоприятное о нем, о его научной позиции. Но, как мы уже знаем, это не мешало ему добывать вот эти свои научные знания довольно беспринципными и жестокими способами. Так вот, требования вот этого мальчика 16-летнего, конечно, ничего не значили. И не значили бы, если бы за него не вступилась, как она называется, третья власть, пресса. Заинтересовалась пресса. И вот в 1907 году в газете The World вышла статья с чудовищным названием «Отдайте мне тело моего отца». Она была снабжена многочисленными картинками, где такой хорошенький миник в шортиках стоит на коленях перед витриной со скелетом своего отца. история была очень длинная и сентиментальная, что мальчик этот мечтает на Рождество только об одном подарке, о том, чтобы ему вернули останки отца. Но этого подарка он не получит, потому что руководство музея, а между прочим фамилия Джессуп не упоминалось, руководство музея ему отказывает в этом. А Роберт Пири, который привез его когда-то сюда, на эту чужую землю, совершенно забыл о нем и не принимает его судьбе никакого участия. Вообще-то это был скандал. Эта статья имела резонанс, в частности, потому что Морис Джессуп, который не упоминается, конечно, но имеется в виду, он был, как это называют, учредителем христианского общества борьбы с безнравственностью, какого-то союза христианской молодежи, то есть он был просто оплотом нравственности, такого правильного поведения, и вдруг вот такой кошмар, когда покойника не предают земли, ведь, разумеется, Минник-то считался, во всяком случае, христианином, как и все правильные американцы, но авторитет музея и Мориса Джессупа был так велик, что вот эти все газетные статьи были им как слону дробина, и со временем все это как-то стихло и сошло на нет. Тогда Минник решил вернуться на родину, и в следующем году его опекун Уоллес обратился к Пире, который как раз отправлялся в свою последнюю, якобы потом успешную экспедицию, с просьбой взять Минника и отвезти его в Гренландию, высадить на том самом месте, где его когда-то взяли, чтобы мальчик мог продолжить свою жизнь там на родине. Пире ему в этом отказал, сославшись на то, что корабль перегружен, и еще им Минника только не хватало. Но очевидно, что он не хотел огласки, потому что помощь инуитов была ему крайне важна в этой экспедиции, поэтому Минника просто оставили там, где он был. Но он не успокоился, и в скором времени вышла еще одна статья, уже там в одном издании Сан-Франциско, с таким заголовком, еще более пугающим, ну что-то вроде, почему мальчик, брошенный на произвол судьбы исследователем Пире, хочет застрелить его. Конечно, тут как-то были переиначены его слова, сказанные, конечно же, в сердцах, но Джозефина, жена Пире, очень насторожилась и испугалась, во-первых, действительно, за жизнь Пире, а во-вторых, тут уж разразился настоящий скандал, у Пире-то не было такой безупречной репутации, как у Морриса Джессоффа, и вся вот эта шумиха была совершенно ни к чему, и тогда Джозефина стала переписываться со своим муженьком и решать, что же делать, и решили они, что надо его по-тихому вывести в Гренландию и сделать вид, что это добрый жест Пире. Я подчеркиваю, они решили его вывести из США, но это совсем не значит, что они его собирались благополучно доставить в Гренландию. Таким образом, Минник, честно говоря, подвергался большой опасности. Снарядили специальное судно Джинни. цель его поездки в Гренландию, его как это называется, цель этого рейса в Гренландию была заявлена такой, во-первых, доставить Минника на родину, а во-вторых, проведать как там Кук, конкурент Пири, что-то от него давно везде не слышно, Пири очень волнуется, поэтому решил судно целое снарядить, ха-ха. Но мы-то понимаем, что главным было избавиться от Минника. Джозефина написала довольно мерзкое письмо своему мужу. Там было написано что-то вроде перекинь-ка ты через колено этого выскочку Минника и отлупи его как следует, так, чтобы он уже и себя самого не помнил. Вот что-то такое она ему писала. Уоллеса заставили подписать договор по которому только Пири решает где высадить Минника, что ему дать с собой и кроме того никаких претензий Пири потом не принимает. Уоллес подписал этот договор и Минник зашел на борт корабля и никто не знал доберется ли он до Гренландии. Ну его конечно не сбросили прямо с корабля в Ледяное море, да, его доставили в Гренландию, но высадили очень далеко от того места где он жил от его родного выселения очень далеко. Человека, который не знал родного языка, у которого не было никаких навыков выживания в Гренландии, да, дело было не зимой, но знаете, там и летом тоже достаточно суровый климат, и с собой ему не дали никакой одежды, кроме той, что была на нем. Какая на нем могла быть одежда, когда человек из Нью-Йорка приехал летом? Ему не дали с собой никакого, конечно же, ни ружья, ни ножа, ничего и совсем чуть-чуть съездных припасов. Пишет один датский миссионер о том, как его высадили. Густав Олсен пишет в своем дневнике, В этот день прибыл еще один корабль под названием Джинни. На корабле был уроженец Гренландии по имени Минник. Он полностью забыл свой язык. Они дали ему немного пищи, а из одежды он имел только то, что было на нем. Но мир не без добрых людей. Кое-как с большими трудностями и лишениями Минник добрался до своего родного селения Эта. И спустя год ему представилась оказия передать письмо в Америку своему другу. Да, у него были там друзья по школе. И вот он пишет «Дорогой Допф, я все еще жив и не пойму каким образом и почему. Пири сказал им высадить меня в заливе Нордстар далеко к югу от моего дома. Я не был удивлен, когда они оставили меня по приказу Пири в незнакомой части Гренландии без мехов, ружья, ездовых собак или снаряжения. Которые позволили бы бороться за существование в пустынных льдах. И в конце письма он просит друга найти возможность передать ему ружье. то есть он вполне мог бы погибнуть и Пири был бы ни при чем. Но он не погиб. Добравшись до своего родного селения, он встретился с родственниками отца и один из них пригласил его к себе жить. Именник заново выучил родной язык и научился охотиться вполне успешно. Он даже женился на местной девушке, но он уже не мог стать инуитом по сути своей. И брак его скоро распался. И он стал тосковать по Америке и писал письма туда. В конце концов друзья пригласили его вернуться. И еще при жизни Пири, если не ошибаюсь, в 1916 году он вернулся, посетил своего опекуна бывшего Уоллеса и его сына. А через некоторое время уехал в Питтсбург, где для него нашлась работа. Он работал дровосеком. Но не прошло и года, как началась испанка, эпидемия. Он заразился и умер. Друзья похоронили его на кладбище в окрестностях Питтсбурга. Прошло еще очень много лет. Понадобилось как минимум две скандальные публикации, книги, статьи о том, что делал музей естественной истории, с останками инуитов. И только в 1996 году скелеты всех погибших инуитов, четверых, были возвращены на родину и захоронены там в одной могиле. На ней лежит камень. На камне инуитском языке написано. Они вернулись домой. И только сейчас, в начале 21 века, началось всемирное движение коренных народов, требующих возвращения останков своих предков на места их захоронения. И из многих музеев, не только из Нью-Йоркского, кости, человеческие останки возвращаются туда, где они и должны быть, в свои могилы. Может быть, кто-то из вас думает, что в те времена было нормальным такое отношение к инуитам. Ну, нормальным. Просто, знаете, мораль меняется. Тогда вот так было принято, сейчас по-другому. Что мы тут на Пире так набрасываемся, да, и на Мориса Джессупа? Кстати, самое северное оконечное Гренландии называется мыс Джессуп. Это Пире сделал такой комплимент своему спонсору. Джессупу еще повезло, потому что, например, другому спонсору, Крокеру, повезло меньше. Пире назвал некий остров с землей Крокера, а потом выяснилось, что такого острова-то и нет. Я вам сейчас прочитаю две цитаты двух разных полярных исследователей, и вы поймете, как это могло быть, и поймете, кто из них кто. Но прежде я вас прошу поставить лайк, если вы уже досмотрели до этого места, и подписаться на мой канал. Впереди у вас еще очень много захватывающих полярных историй, в том числе про Пире и Кука. Так вот, я вам сейчас прочитаю цитату, что про инуитов пишет Пире, но это еще из мягкого, и что пишет другой человек, его современник. Вот пишет Пире. Меня часто спрашивали, какую пользу эскимосы приносят миру? Они слишком далеко, чтобы представлять какую-то ценность для коммерческих предприятий. Более того, у них отсутствуют амбиции. У них нет литературы, нет, строго говоря, никакого искусства. Они ценят жизнь так же, как лиса или медведь. Исключительно на основании инстинкта. Но давайте не будем забывать, что эти люди, надежные и выносливые, еще докажут свою ценность для человечества. С их помощью мир откроет полюс. Ну, мир, имеется в виду, конечно, сам Пире. А вот, что пишет другой полярный исследователь. Эскимосы один из тех народов, которые высланы на аванпосты. Они образуют фланги великого войска человечества в его постоянной борьбе с природой. Эскимосы стоят на переднем посту, лицом к лицу, с бесконечной тишиной снежных пространств. Они приняли в свое владение те области, которыми все пренебрегли. С постоянной борьбе, медленно совершенствуясь, эскимосы научились тому, чего никто не знает лучше их. Там, где для других кончаются возможные для жизни условия, для эскимоса начинается жизнь. Он полюбил эти места, а не для него мир, в котором он один человек. Придет время, когда потомство строго осудит нас. К тому времени нравственность настолько поднимется, что люди не будут более считать себя вправе бросаться на первый же первобытный народ, попадающийся на их пути, с целью удовлетворения собственного религиозного тщеславия, для того, чтобы творить «добрые дела», в кавычках, тешащие их самодовольство, но при этом не полезные упомянутому народу. Тогда только действительно подходящие люди возьмутся за изучение жизни и цивилизации другого народа для того, чтобы узнать, нуждается ли он в нашей помощи. Если же выяснится, что мы им добра сделать не можем, то надо оставить их в покое. Но прежде чем наступит такое время, большинство этих народов будет сметено с лица земли. Фритьев, Нанса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова